Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, мы с вами на портале экзегет.ру и сейчас мы с вами продолжим читать книгу пророка Варуха и будем читать третью главу. Третья глава начинается с окончания молитвы, которую произносит пророк от лица всего народа, а дальше звучит речь, в которой он прославляет премудрость. Давайте начнем читать, прочитаем окончание молитвы и затем уже к речи перейдем. Господи, Господи Сидержителю, Божий Израиль, стесненная душа и унылду взывает к тебе, услышь, Господи, помилуй, ибо ты Бог милосердный, помилуй, ибо мы согрешили пред тобой, ты вечно пребывающий, а мы вечно погибающие. Господи, Всидержителю, Божий Израиль, услышь молитву умерших Израиль и сынов, согрешивших пред тобою, которые не послушали глазом Господа Бога своего, за той и постигал нас бедствие. Не вспоминай неправда отцов наших, но вспомни руку-то и имя-то все время, ибо ты, Господь, Бог наш, и мы прославим тебя, Господи. Ты для того вселил страх твой в сердце наше, чтобы мы призывали имя-то, и мы будем прославлять переселение нашим, ибо мы отринули от сердца наше всякого неправдания, правду отцов наших, согрешающих пред тобой. Вот мы теперь переселение нашим, куда ты рассел нас в поношении и в клятву и возмездие за все неправды отцов наших, которые отступили от Господа, Бога нашего. Автор называет Господа Всидержителем, то есть тот, кто всем управляет, тот, кто держит все в своей власти. Он называет Бога милосердным и просит милости. Ты вечно пребывающий, то есть Бог не изменен в своей милости и своей праведности. Люди же, которые обращаются к Господу, они вечно погибающие, то есть вечно согрешающие. Причины бедствий снова повторяются то, что не слушали голоса Господа, и за это их постигает наказание. Дальше очень интересное такое упрошение, когда автор говорит, что забудь те грехи, которые совершали наши предки, но вспомни о твоей милости, которая есть в тебе. Что обещает автор? Причем обещает с такой уверенностью, что мы будем прославлять Господа. Такая очень интересная формула, она построена на том, что автор уверен, что так оно и будет. Он даже не сомневается, даже не звучит такое «если», то может быть. Нет, он уверен, что ты, Господь, нас спасешь, и мы будем тебя прославлять. Автор уверен, что в плену еврейский народ изменится и будет жить по заповедям Господним. Кстати, так и произошло. Когда евреи вернулись из плена, Господь пошлет им несколько пророков, которые будут обличать евреев в их грехах, но не будет самого главного греха, не будет идолопоклонства. То есть евреи действительно после плена стали почитателями истинного Бога и уже никогда не уклонялись к чужим богам. На этом заканчивается молитва пророка и начинается речь, в которой он прославляет премудрость. Давайте будем ее читать. Она построена как гимн, и в ней встречаются параллелизмы, то есть одна и та же мысль повторяется дважды. Поэтому, если читать ее, может появиться такое ощущение ритма в тексте. Хотя рифмы, конечно, в этом тексте нет. Итак, слушай, Израиль, заповеди жизни, внимай, чтобы уразуметь мудрость. Что это значит, Израиль? Что ты находишь в земле врагов, состарился ты в чужой земле, осквернился вместе с мертвыми, причисленный к нисходящим в ад, а составил источник премудрости. Значит, обращается к Израилю. Здесь речь пророка, но и в то же время можно понять, как речь бога через пророка. Заповеди жизни. Почему они называются жизни? Потому что, исполняя их, человек становится живым, и он живет. Он получает награду, долгую жизнь. В Ветхом Завете награды вечной жизни не было, пока Христос не умер и не воскрес. Все люди шли в Шеол, но длинная, долгая жизнь, она была, если исполнять заповеди. Исполнение заповедей есть истинная мудрость. То есть, заповеди – это мудрость. Исполнение заповедей – это мудрая жизнь. Говорится, что Израиль находится в плену. И почему? Потому что он не ходил по путям Божьим. Значит, в книге «Второзаконие» используется образ двух путей. Господь предлагает Израилю два пути – путь жизни и путь смерти. И предлагает его избрать путь жизни. Израиль избрал путь смерти, поэтому он находится в изгнании. «Если бы ты ходил путем Божьим, то жил бы в мире вовеки. Познай, где находится мудрость, где сила, где знания, чтобы вместе с тем узнать, где находится долгоденствие и жизнь, где находится свет очей и мира. Кто нашел место ее и кто взошел в сокровищницу ее?» Автор задает такие несколько вопросов. Где мудрость, где сила, где знания? Зная их, ты будешь иметь вечную жизнь. Но где они спрятаны? Здесь понятно, что риторические вопросы, ответ будет дан, но уже читатель или слушатель, он уже понимает, где это находится. «Где князья народов и владеющие зверями земными, забавляющие птицей небесными и собирающие серебро и золото, на которых надеются люди и стяжания, у которых нет конца, где те, которые занимались сременными изделиями, и которым изделиям не отчисла. Они исчезли, сошли в ад, и вместе с ним восстали другие. Позднейшие видели свет и жили на земле, но пути мудрости не познали, не разумели стезяя ей, и не постигли ее сыновья их. Они бы далеки от духа, и не было слышно ее в Хана, и не было видно ее в Фимане». Автор обращается к истории, он перечисляет великие народы. Можно понять из дальнейшего текста, что это те народы, на смену которых пришел Израиль. Где они? Они были великими. Что с ними произошло? Они исчезли, они сошли в ад, сошли в Шоу, и дети их туда же сошли. Почему? Потому что они не уразумели пути премудрости, то есть они не знали заповеди Господних. Продолжим. «Сыны Игаи Агари искали земного знания, равные купцы Меры и Фимана, и баснословы, и исследовали знания, но пути премудрости не познали, и не заметили стези его». Вот здесь интересно. когда мы задаем вопрос, что такое мудрость или премудрость, какой человек мудрый или премудрый, если не знаешь Библию, то чаще всего мудрый человек, это кто так умеет правильно жить, умеет правильно вести дела, умеет красиво говорить, какие-то притчи, какие-то истории. И наверняка вы видели книги, индийские притчи, буддийские притчи, еще какие-то притчи, тибетские притчи. То есть и открываешь, и читаешь, и вроде бы очень умно написано. Это действительно так. И люди, которые правильно ведут дела, такие тоже есть, и они действительно выглядят как мудрецы. Но вот почему-то пророк Варух не считает этих людей мудрецами. И вообще отрицают, что у них была какая-либо была мудрость. Почему? Потому что для пророка истинная мудрость – это та мудрость, которая от Бога. И об этом он будет говорить дальше. Вот это земная мудрость. Человек может быть очень умным, очень таким сообразительным, очень даже тонким. Но это не божественная мудрость. Немножко размышляя о мудрости, можно сказать следующее, что, знаете, как бы вот божественная мудрость, она может быть даже простая, она может быть даже такая приземленная, но это именно божественная мудрость. Читаем дальше. «О, Израиль, как велик дом Божий, и как пространное место владычества, велик он, и не имеет конца, высоко неизмерим. Там были изначально славные сполины, весьма великие искусственные в войне, но их не избрал Бог, и не им открыл пути премудрости. И они погибли от того, что не имели мудрости, погибли от неразумия своего». В данном случае дом Божий и пространное место, о котором говорится, это Ханаан, то есть даже точнее, это земля обитованная, куда переселился Израиль. И на этой земле жили исполины. Давайте с этими исполинами немножко разберемся, потому что в Библии исполинами названы четыре вида людей. Не будем сейчас там далеко уходить. Исполины, которые возникли от союза сынов божьих дочерей человеческих, Енакимы, это сыны Енаковы, потом Рефаимы, и еще так называли воинов, которые отличались большой силой. Это слово исполин, это не означает то же самое, что великан. Далеко не всегда. Но когда говорили про исполину, подчеркивали их силу, прежде всего силу, не рост, а именно силу. Понятно, что воин всегда привлекает внимание, поэтому там они славные. Но Бог не избирает этих воинов и не дает им мудрости. Из-за того, что у них нет мудрости, они погибли. Хотелось бы обратить внимание, что здесь нет такого построения, ага, Бог им не дал премудрости, они погибли. В чем они виноваты? В том, что им Бог не дал. Ну, как бы, не очень это справедливо. Нет, Бог им не дал, но они и не искали. Здесь, как бы, можно такое размышление. Кому Бог открывается? Тем, кто ищет его. Хорошо, идемте дальше. Кто взошел на небо и взял ее, и снес с облаков, кто перешел море, нашел ее, и кто принес ее лучше чистого золота? Нет никого, знающий пути, не помышляющий, астезии, но знающий все знает ее. Он открыл ее своим разумом, тот, который сотворил землю на вечные времена и наполни ее четвероногими скотами, который посылает свет, и он идет. Призвал ее, и он послушался с трепетом, и звезды высеяли на стражах своих и возвеселились. Он призвал их, и они сказали, вот мы, и высеяли радостью пред творцом твоим. Се есть Бог наш, и никто другу не сравнится с ним. Он нашел все пути премудрости и даровал ее рабу Самуяку, возлюбленную Саму Израилю. После того, он явился на земле и обращался между людьми. Здесь снова звучат риторические вопросы. Кто имеет премудрость? И здесь понятно, что эту премудрость имеет Бог, и с помощью премудрости Он сотворяет землю. Перечисляются здесь акты творения. Причем, когда Бог творит, творение, во-первых, послушно Ему, во-вторых, когда она уже появляется, она тоже послушна Ему. Если мы обратимся к языческим мифам, то как сотворяется мир богами с большими трудностями? Кого-то они убивают, кого-то расчленяют, кого-то там разрубают, разрывают, или там в индийской мифологии пахтают океан. То есть, все это трудно. в Библии Бог творит мир достаточно просто. Бог говорит, и мир появляется. Никаких сложностей для Бога нет. Когда Бог сотворил, все это посложно, все это ликует, все это слушает. Если обратиться снова к языческому мифологии, то боги творят мир, а потом этот мир или части этого мира восстают, бунтуют против богов. Можно посчитать, какое поколение в греческой мифологии это Зевс. Он там убил Кроноса, а Кронос убил еще кого-то. То есть, такая цепочка достаточно длинная получается. Здесь никакой борьбы нет. И вот эта мудрость, которую у Бога даруется Израилю. То есть, кто обладает мудростью? Израиль. А где эта мудрость? Эта мудрость в законе. И вот последний стих третьей главы говорит следующее. «После того он явился на земле и обращался между людьми». Значит, хочу обратить внимание, что этот стих можно растолковать двумя способами. Первый способ, который вытекает из контекста уже с четвертой главы, а в четвертой главе продолжается речь варуха, можно понять, что как Бог явил себя на земле. Он явил себя через книгу закона. То есть, люди, читая книгу закона, исполняют заповеди, изложенные в ней, обращаются к божественной премудрости и, соответственно, к самому Богу. Это прочнее, которое вытекает из самого текста. Но все-таки нужно понять, что книга закона – это все-таки не сам Бог. И поэтому этот текст мы можем растолковать и христологически. Бог действительно явился на земле, воплотившись в человека. И вот что интересно, если мы обратимся к Новому Завету, то в одном из отрывков послания к Коринфянам апостол Павел называет Иисуса Христа божественной премудростью. То есть Иисус Христос – это божественная премудрость, которая воплотилась. А в Ветхом Завете, прежде всего, в книге притчи в первой, восьмой и девятой главе действия персонифицированы или олицетворенная премудрость. Святоотеческое богословие, святоотеческое экзегеза, когда разбирала эти отрывки, всегда их понимала как указание на второе лицо Пресвятой Троицы, то есть на Сына Божьего. Вот такое христологическое прочтение, оно вошло в наше богослужение, и поэтому книга пророка Варуха читается на как Паремия на вечерие Рождества. Хорошо, мы с вами прочитали третью главу книги пророка Варуха, в следующий раз мы прочитаем четвертую главу, мы были с вами на портале exeget.ru, меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин, спасибо за внимание, всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!